Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем игру Мафия 2. Ну что ж. Нас разбудил в посредине ночи телефонный звонок. Интересно, кто это? В предыдущей серии мы убили все руководство семьи Климента. И Мартин, результат от чего погиб. Его убили люди Климента во время его побега из гостиницы. В результате чего? Джо в депрессии. Ладно, давайте снимем трубку. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из Одинокой Звезды. Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так. Если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Въехал? Я понял, все понял. Только быстрее. Так. Сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Итак, это Джо. Ну как Джо? Нам звонит и за Джо. Он, видите, набухался, как я и предполагал. И бухает он в баре по поводу смерти Марти. Видите, это он, его позвал на дело. Но он погиб. Он, конечно... Кстати. А можно починить машину? Все, спасибо. Все, бери его. Вон. Мотомаг. Индиан. И поехали. Джо. Так, включили ограничитель и поехали. Осторожно. Давайте. Ментов тут взлить необязательно. Притамазилием. Не обгоняем, так как там обгонять понегде. И осторожненько поезжаем в бар. Тут же забрать где Джо. А то он набухался и... Пистолетом теперь в баре размахивает. Короче, нужно его успокоить. Увести его оттуда. Домой куда-нибудь. Так, все, приехали. Мы уже поворот пропустили. Так что разворачиваемся и... Парпуемся. Ладно, пойдемте. А, Вито, это ты? Где он? Там, за углом. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил, и что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты был брав. Слегка принял, да? Ну и как? Вито, ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. С чего бы это? А, да. Ты за рулем? Не, на такси. А то сопрут машину. Отлично. Допивай и пошли. Уже уходите, ребята? Я открою. За тебя, парень. Ты погиб, как мужчина. Черт повери, куда я задевал ключи? Прости меня, малыш. Так не должно было быть. Не должно. Что ж, у нас беда. Этот алкаш взял и убил бармена. Не специально, конечно. Но он его убил. Ладно. Нам нельзя же, чтобы нас тут, это... Что бы нас во чем-то подозревали. Так что давайте лучше оттащим труп в багажник бармена. Вот так. Всё, закрой. Всё, закрой. Слушайте, это не то самое место, где мы в самую первую машину угнали. Что-то она похожа. Что-то она похожа. Даже очень похожа. Так, ладно, поехали. Да, да, я знаю. Поехали. Ни хрена себе ментов. Три машины конвоем. И сзади ещё двое. Чё они не таки? Полиция хочет вас арестовать. Интересно, за что? Что я сделал? Такого, что они мне захотели. Памп, поехали сюда. Не хватало, чтобы нас арестовали ещё. У нас же как бы вот труп в багажнике. Так что нам арестовать не надо. Ни в коем случае не заноси только. Опа! Менты немного отстали. Так, всё, уходи. Отлично разворачиваемся теперь. Теперь разворачиваемся. Едем с... Постараемся не нарушать камеры. А то опять придётся. От ментов уходить. Менты они такие. Хорошо, что они только наш номер не записали. А то беда была бы. Но, блин, машина намного медленнее. Чем предыдущая. Намного. Но, блин, машина намного медленнее. Чем предыдущая. Чем предыдущая. Так, всё. Прикормозили. Всё, гони. Вот так. Пропустили немного и едем дальше. Всё, почти приехали. ДТП. ДТП. Водитель хочет скрыться. Вот, блин. Ты что-то уступить не мог, что ли? Убегаем быстрей, пока менты там. Проехать не могут. Ну, уезжай быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Чего тараним? Что же ты поможешь? Так, мы на месте. Всё, приехали. Постарайся никого не подстрелить по пути к двери, понял? Спасибо, Вита. Извини, если что не так. Слушай, ты звякни мне завтра, ладно? Да, звякни. Так, ладно, теперь нужно избавиться от тела. Не светитесь. Ну, это понятно. Так что, ограничитель включён. Едем дальше. Так, давайте. И, главное, не светимся. Так, давайте. На шоссе выехали. Тут немножко можно и поддать. Немного. Ладно, молодец. Потому что их пропустить. Тут автобусы. Или... Левую машинку. Ну, всё. Раз, обгоняем. Чего ты? Хотя, как получите. А получилось, как всегда. Ладно, заворачиваем. Ну. Всё. Газуй, газуй. Здесь направо. Едем дальше. Это мы куда выехали-то. Да, всё правильно. Это мы на свалку приехали. Только с другого крыльца. Да. Да. Да, мы на свалку. Перперлись. Законите машину в пресс. Давайте. Всё. Приехали. Выходим. Идем к пульту. Упал, наверное. Споткнулся, да? Ладно, давайте. Сейчас машину раздавим. Отправляйтесь домой. А, интересно, а куда машина поднялась? Тут, хоть бы, коробка под, ну, куб должен был остаться. А так, и вот, нету. Интересный такой момент. Что-то должно остаться. Ладно, давайте зайдем, познакомимся. Как дела, пацан? Вот с этим. Прости, Вета, не до тебя. Давай в другой раз. Когда в другой раз-то? Я, может, за тобой прийти, поздороваться хотел. У тебя особо ничего интересного и нету, да? Так что, давайте пойдем отсюда. Интересно, а как нам домой добраться? Бежать-то не так уж и близко. Так, что у нас тут? Есть что-нибудь интересное? Нет, ничего. Вообще ничего. Со слов совсем. Да, блин, я думаю, ты сам закроешь ее от жидвы. Давайте вот эту машинку возьмем. Осторожненько взломаем. Вот так вот. Все, поехали. Надеюсь, Джо нету. Надеюсь, Джо сейчас спит и храпит. Ладно, поехали. Нам домой нужно. Тормози, тормози. Осторожно. Особо тут лихачить не надо. Все, мы в Диптоне. В Диптоне. Тут жидвы рельсы есть, да? Ну, жидвы пути. 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 Ну да, как бы, в Жидвы вокзал. Мы как раз отсюда и приехали. Когда с войны возвращались. Так, осторожно. Заруливаем. Осторожненько. Вот так вот. Главное не дрифтовать. Все, осторожно. Нам эту машину еще вот эта... Машина уже не наша. Так что постараемся ее особо не ломать. Да, это тот самый бар, в который мы в нашу первую машину угнали. И продали ее майку. Ну, как продали. По прессу дали. Та самая машина, в которой мы это... От нас еще менты... Негритосы еще. Еще пытались убить ее. И наши первые трупы в этом городе тоже связаны с этой вот... С этим баром. Да, это он. Тот самый местный. Ладно. Паркуемся и... И выходим. Нам домой нужно. Машину найдут. Особо мы с ней ничего не делали. Ладно. Ложимся спать. Начинаем новую главу сразу. Голова 11. Наш друг... Гринфилд. 27 июля 51. А это еще кто? Так, подойдите к двери. Ну, окей. Давайте при начале оденемся хотя бы. В нашу. Вот этот костюм. Ну, кто это? О, где эндрелись? Генри. Сто лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Выпить хочешь, да? Ладно, пойдемте. Пойдемте. Так же, как и джо хочешь, да? А тебя что? У тебя что случилось? Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клемента убит. Слушай, Вита, я знаю, что Фальконе к этому причастен. И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи. А мне-то какое дело? Ну, да. Слушай насчет твоего ухода. Клемента с тобой скверно обошелся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко. Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вита. За мной должок. А чё, Генбери хочет на Фальконе работать, да? Ээээ... Что нового? Так, прямым-то уже всё. Нет, только по семье. Только у вас, я не имею. Понятия не имею, о чём ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Но я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо. Микки. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно. Тот самый. Голосочек, как у Мини Мауса. Ага. Да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это всё, что я скажу. Знаешь что? Мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков. Вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай. Ты сделал то, что должен. А я как понимаю, он нас всё-таки узнал, да? Он даже наш усики увидел. Подставные эти. Не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И по-моему платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? Вот потому я и пришёл к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошёл ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надёжный парень. Ну лучше пусть меня порекомендуют и не он. Понимаешь, о чём я? Это радость. Да. Тут с тобой не поспоришь. Да. Значит, Генри хочет начать работать на Фальконе. Так как Климента уже всё уже... Климента мёртв всё его руководство. Мертво. Вся верхушка семьи тоже мертва. А значит, управлять семьёю Климента больше некто. И даже сам Генри это понимает. И он решает переметнуться к Фальконе. Так что... Всё понятно. Что касается нашего дела в предыдущей серии, а именно то, что именно мы с Джо убили Климента. Он об этом знает, так как он нас всё-таки увидел тогда, когда мы полвыли. Эй, ты гений! Красный значит стой! Эй, гений! И я вообще-то знаю, что красный означает стой. Чистим туфли! Подходите! Так, ладно. Давайте, паркуемся. Вот так завернём через... И паркуемся. Ага. Паркуемся. Вот так вот. Всё. Выходим. Значит, ты нас видел тогда вот, да? Когда ты из лифта выходил, ты нас всё-таки видел. Ты нас узнал, что это мы с усиками Джо полы мыли. Только сделал вид, что не узнал. Эй, привет, Вито. Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово. Разве нет? Вот, держи. Не прогуляй всё сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушёл. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда... Ну да. Не винить же его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчей. Он собирается на нас наехать. А я не знаю ни как, ни почему. Я... Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай. Только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клименте. Он боится. Он не уверен, не начнём ли мы охоту на всех людей Климента. Ну надо же. Насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует. Если только они сами не станут дурить. Ладно. Так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клименте. Настоящий профи. Да. Ладно, скажи ему, пусть зайдёт. Ну... Вообще-то он уже здесь. Вот как. Ладно. Давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вита говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как неудел. А всё, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Климента и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте. И Лука всё разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами. И с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики. Хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего задурил старику голову. Так вот почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри, ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри для страховки. Но тебе не придется никого убивать. Просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся. Сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вито, на сегодня пока все. Но заезжай завтра. Договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. Ну что ж, у нас есть дела. И у них очень крупное дело. А именно. Генри едет убивать Лео. Это будет его, как бы сказать, проверка. Первое дело в семье Фалькона. Видите, до смерти Климента. Лео. Как же, до смерти Климента. Семьи Климента и Винчи. Потерю, летят какую-то войну. Так, ладно, у нас идет время. Так что нам нужно, как можно скорее. Как можно скорее. Предупредить Лео. Что. Дьявол. Генри уже едет. Так что нам нужно быстрее Генри доехать. Берем любую машину, которая нас тут стоит. И тупо едем. Все, едем, едем быстрее. Ограничитель не включаем. У нас времени нет. Да. Ого. Какая быстрая, да? Летом Азии. Так, ладно. Нам нельзя. Вот, я не хочу, чтобы Лео был убит. Так что едем. Скорее всего, это будет наше первое дело, которое будет идти против фалькона. Да я вот что-то поворачиваю. Нет. Так, все, газуй, газуй. Не дрифтуй, не дрифтуй. Так, все, газуй, газуй давай. Давай, Питу, газуй быстрее. Да, времени у нас вообще нет. Задание провальное. Так, ладно, окей, надо было немножко пошевелиться быстрее. Так, все, убегаем. Доброе утро, чао, мистер Скалетто. Кстати, нам... Эдди заплатил 3000 долларов за то, что мы... Ого, какая-то другая тачка. Интересная. Ладно, быстро открываем. Ах, дьявол. Все, едем. Садись и езжай быстрее. Интересная машина какая-то. Какая-то необычная, правда. Ну, вроде, ездить она умеет. Так что проблем постигнуть не должно. Все, быстрее, быстрее, быстрее давай. Притомозим. Интересный момент. Через кустики проезжать. Они так... Только на вид есть. Физикой они не обладают. Так, ладно, давайте. Уже половина времени уже прошло. Заворачивай, заворачивай виду. Налево. Так, маленечко осталось. Опа, как проехали. Осторожно. Ну, почти осторожно. Давай, виду. Нам нужно предупредить левого. Да, клим это устроил при жизни. Там, бед. Сказал, что фальконы наркотиками торгуют. Не сплютав на слабостях... Ну, как на слабостях. На... Понятиях винчей. Все, мы почти приехали. Не тормози, главное. А, блин, чуть-чуть не успел. Так, ладно, третья попытка. Доброе утро. Всегда рады, мистер Скалетто. Да, да, я понимаю это. Ой, простите, сэр. Не прощу. Так, ладно, разбивай, разбивай. Ладно, тупо степло разбивай, и все, я едем. Времени у нас вообще не надо. Подозрение в угоне машины. Все, газуй, газуй быстрей. Тот машина угоняет, преследую. У вас понял. Все, газуй давай. Странно, когда в погоне нас особо не смотрят. На знак-то. А сейчас, вот, сразу же увидели. Так, все, главное газуй, у нас нету времени. На это, на все. Давай, Вито. Третья попытка, девку чуть избили, тык. Тормози. Вот, не, главное, не, это, не дрифтуй. Дрифт, это плохо. И ничем хорошему, он не, не, ничего хорошего он нам не даст. Так, чтобы подлевать сейчас на машину, главное, не я ее предупредить. Главное, предупредить Лео. Как мне быстро так узнают-то? Да я в курсе, что эту машину розетки скиллит. И че, я сейчас побегу, сейчас мне нет, это, номера, что ли? Или другую машину сейчас убегу, украду. Не думаю, что это сейчас поможет. Так, сворачиваем через газончик. Через травку. Газуй, газуй. Все, беги. Че нужно, что бежит, добежать, да? Ни хрена себе, как много, мало времени-то дается. Так, ладно, четвертая попытка, надо вообще стараться... Нет, так, подбегаем. Разбиваем окно. И сразу едем. Все, газуй, газуй. Газуй. Еще эти вот мешают еще. Ехал так, кстати, доехал бы. Нет, он будет сворачивать и вот... Ставить против меня. Так, плевать на ментов. Приследую гонщика! Ты догоняй меня для начала. А то я думаю, что ты даже догнать меня не сможешь. Все, газуй, газуй, Витл. Номер у нас они пока не возьмут. Так как-то его... Смотреть не умеют. И прочитать тоже не смогут. Но в поле зрения они нас пока держат. Твою это мать! Хорошо, что наше здоровье не попортилось. Только машина. Да, блин, не дрифтуй, главное. Не, вот, машина на дрифт. Хорошо. Быстрей, быстрей. Все, газуй, Витл. Газуй! Почти осталось совсем оленечко. Твою это мать, оленечко, я сказал. Все. Еще одна попытка проводилась. Вот, блин. До свидания, мистер. Так, бежим. Не, это может наполезать. Все, разбивай быстрей. Быстрее, быстрее, Витл. Времени у нас вообще нету. Уже половина... Уже... Часть времени уже прошло. Пока мы разбиваем окно это. Давай, давай, газуй! Ну, да как можно меньше поворотов. Вот, блин. Вот ты че, издеваешься? Все. Так, перегляд с заданием. Да, давайте. Нам там уже в любом случае не получится. Все, бежим, бежим. Опять эта машина. Разбивай. Все, газуй, газуй. Давай, Витл. Газуй быстрее. Жми на педаль. Лучше. Звучит. Критом отзили. Вот так вот. Отлично. Хорошо, пошли повороты. Все, давай, давай. Быстрее, главное. Давай, давай, Витл. У нас вообще времени нет. В Гендри преимущество во времени есть. Все, отлично. Все, давай, давай, козувай, козувай. Через трапку позже ездим. Слезаем, так не только можем. Спереди мед тысячи. Преследуй гонщика. Да преследуй сколько хочешь, у меня сейчас дела есть, я не могу против тебя. Останавливаться. Но его тоже занесло. Да вы что, издеваетесь? Быстрее беги. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Да. Добежали называется. Называется Добежание. До свидания, мистер. До свидания. Ох, вот что-то есть. Кто и знает. Все, газу, эта машина мне больше нравится, чем предыдущая. Времени на сообщение нет. Времени на сообщение нет. Правила внушения. Додюбаем, водитель хочет скрыться. Вас понял. Конечно, я хочу, тут человека нужно спасать, а нет. Преследую гонщика. Все, газуй, газуй. Ясно. Ну, как гоняет. Хорошо, что здоровья особо нет. Не тратимся. Все, газуй, газуй, газуй. Давай, Вито. Вито. Отличная... Да чё ты делаешь-то? Да чё ты делаешь то, я... Ну, из этих вот... Мудаков... Времени потеряло только. Сам... Сам ты победнее. Сама, точнее. Взрыв Так, хорошо Взрыв Главное, не заноси Взрыв Да не заноси ты её Взрыв Заносите по любому поводу Взрыв Да блин, вы что, издеваетесь что ли? Не дают мне пройти Давай, давай, быстрей Уходи! Ну выходи уже, что там, стата Сидишь Блин, зададания нереально сложные Или это всё из-за нашей Из-за того, что наши Вот мы играем на высоких До свидания, мистер В правилах Всё, беги быстрей Сразу разбивай И сразу газуй Всё Давай, биток Газуй Да блин, задовывай Да блин, задовывай УДК ещё Врезались Врезались Как куда ты едешь, тварь Сука Сука, ебучая Газуй, газуй, тварь Сука Сука, ебучая Сука, ебучая Сука, ебучая Сука, ебучая Сука, ебучая Сука, ебучая Что ты тут делаешь Ты молит сюда Всё Оказывается Умаленечко Времени осталось Вообще Нереально ездит А чё Ворота Сука, ебучая Не сломались Всё Беги, беги Быстрей Ну, блин, я секунды не хватило. Что за херня, а? Тупо по времени не успеваем. Тупо не успеваем по времени. Подозрение в угоне машины! Иди отсюда! Понял! Тупо машину угоняет! Преследую! Иди отсюда! Ясно! Всё, газуй, газуй, газуй! Давай, обидай, газуй, быстрей! Грузовик ещё впереди едет. Доказуй ты уже, а чё ты встал-то? Дают ещё машины какие-то. Медленные. Машина медленная какая-то. Медленно разгоняется. Кормозим. Управление у нас радует, что хорошее. Всё, давай, давай, давай. Уже сразу заворачиваем, вот так вот. Куда, блин, вы чё, издеваетесь? Менты, менты нас везде пасут. Так, газуй, газуй. Но я как бы не знаю, что нас разыскивают. Блин, ну чё так медленно разгоняется? Дали нам какое-то говно. Всё, можно сказать, не успели. У нас ещё менты тут ещё пасут. Всё, не успели. Ладно, бежим дальше. Доброе утро. До свидания, мистер. Блин, нереально вот сложная. Гонка эта. Разбивай быстрей. Едь, блин, тем быстрей. Газуй, газуй. Времени у нас вообще нет. На подумать. Так, вот так, вот. Всё, едем. Выехали. Менты нас что-то за ограничение скорости не штрафанули. Не попытались даже делать это. Так, всё, газуй, газуй. Нереально сложная. Так, второй, уже тормози. Блин, блин, что тут встал-то? Машины ещё стоят тут ещё. Не, дрифтуй, не дрифтуй. Всё, выехали. Всё, осталось маленечко. Газуй, газуй, газуй. Всё, мы опоздали даже. Мы уже переигрывать. Фак, что за херня, а? Всегда рады, мистер Скалетто. А, я чё, убью тебя сейчас, нахрен. Мудак. Стой. За твою радость. Чё-то радуешь мне. Так, ладно, едем. За время вообще нереально успеть ей. Можно, но, блин, это вообще нереально сложно. Давай, давай, давай. Тормози. Твою мать, мы пропустили поворот. ДТП, водитель хочет скрыться. Да, молодец, капитан, очевидность. Вали отсюда лучше. Пока мы, наверное, не будем. Приследую гонщика. Ясно. Иди отсюда. Всё, тормозим. О, так вот, хорошо, чтобы машин нету. Если не было машин, мы будем давно уже всё сделать. У меня вот таких вот мундаков, которые ездят. Ездят. Всё и ограничивается. Ещё дрифтуют странные. Всё, газу, газу, газу. Времени у нас ещё есть. Главное, не дрифтуй. Вот так вот. Давай, давай, быстрее, Вито. Ну, блин, ты, вот чё, да, чё, да, не дрифтуй. Понял. Ещё дрифтуют ещё. Фак. Нет, это вообще нереально. Это чё за херня-то такая? Я, конечно, могу сейчас взять и отключить простое управление. О, сразу запрыгиваем. Наконец нашли ту машину. Она быстрая, наверное, потому что она неуправляемая. Надеюсь. Да, она быстрая, я, наверное, управляемая. Чё. Так что постараемся. Всё, газуй. Да, блин, чё вы делаете? Управляемая, я сказал. Из этих мудаков развернуло. Всё, газуй, газуй. Давай. Преследую гонщика. Тормози немного. Ясно. Дрифтовать мне тут вообще вот неудобно. Всё, половинное время не уж прошло. Вот так вот. Так, едем вот так вот. Направо. Через зелёнку. Так, от тебя осторожно. Вот так заезжаем. Газуй, 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 вид. Главное, газуй. Газуй, давай. У нас и времени ещё хватает. Сейчас мы не должны проиграть. Газуй, газуй. Даже это что-то отлетело. Диск. От шины. Так, всё. Заводи. Газуй, газуй, газуй. Улезай давай. Чё встал-то? Беги, беги, беги. Вито. Ух, успели. Наконец-то. Лео, ты там? Как ты тут оказался, чёрт возьми? Проваливай, пока никто подалдует. Лео, убери пушку. Это я, Вито. Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать. Скорей, собирайся. За тобой идут. Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мёрзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконы тебя заказал. Сюда уже едут. Уходи отсюда. Что? Это ещё с какой радости? Слушай, Фальконы узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконы торгует наркотиками. Все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконы его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришёл? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждём. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашёл. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Чёрт, поздно, они уже здесь. Быстрее дедуля, давай быстрее одеваться. Одевайся уже. Прячемся, быстрее, пока он внизу. Да, прячемся, пока он внизу. Или вообще валим отсюда. Отсюда можно попасть на задний двор. Только нужна какая-нибудь верёвка. Достань пару грязных простыней. А где я их достану? Твои простыни. Ну, где вы? Просто... Просто не нужно найти где-нибудь. Надо перебить придурков. Люди их найду эти. Может, мы поместимся? Ты что, сдурел? Нет, и получится. Расстреляет, нахрен. Да, без паники. Бери пушку и отошли своих ребят. Я всё объясню. Парни, подождите на улице. Если я не выйду через пару минут, вернётесь за мной. Блин. Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге, считай, жизнь меня спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фальконе решит, что я его слил и прикончит меня. Чёрт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вито, дружба тут ни при чём. Это работа. И если я её не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить. Я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал всё из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за всё. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне ещё пару лет. Нет, Лео. Должен быть выход. Вито, иди. Прости, Вито. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Вот такая вот печалька. Мы хоть бежали тут, ехали тут со всех колёс, тут все кучу машин разбили, чтобы Лео спасти. А он взял и ничего не получилось. Мы тупо не успели. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео! Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня всё равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в тёплые края. Но сначала давай уберёмся подальше, пока твой друг не передумал. Окей. Нам повезло. Генри решил не убивать Лео. Ну что, скажем ему за это спасибо. Спасибо, Генри, за то, что не сделал из этой серии печальку. Ещё одну, как в предыдущей серии. Так, берём вот эту вот пашютку. С закрытым вверхом. Это вдруг где он уедет кто-нибудь. Проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Ты туда пижами пойдёшь? А как ещё? Лучше живой пижами, чем жмурик в шикарной кассе. Нет, почему не открывается? Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забор хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, всё так усложнилось, так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик и жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким типом даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка сто лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть всё идёт своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лос-Хэвен. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь всё равно, что место в морде застолбить. Это не слишком? Ну, я всё равно собирался на покой. Вот доживёшь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть. Фрэнк никогда не извинится. Он драчун. Сейчас он слушает молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карло, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что ты в этом завяз. Я сам выбрал, Лео. Ты просто всё немного ускорил. И потом, что ещё мне было делать? Горбатится в доках, как отец. Кому ты это говоришь, мальчик? Ну всё, приехали. Спасибо тебе за всё, Вита. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет? Хорошего отдыха, старина. Да, хорошего отдыха, Лео. Давайте поедем отсюда. Пускай Фалькона думает, что он мёртвый. Ну, это первый раз, когда мы против семьи Фалькона пошли, да? Ладно, поехали. Нам. Куда нужно нам домой? Ну что? Так что поехали. Блин, извините, пожалуйста, я не хотел. Да, эта миссия была самая сложная на данный момент. И всё из-за... Вот этой вот поездки этой. Сколько машин мы угробили, пока не доехали. Так, блин, тут... Поехали, поехали. Ладно. Лео, по крайней мере, сейчас исчез из города. А он был сам, что не с нормальной интуитором. Человеком. Ну, сам таким трезво рассуждающим. Так что нам его будет пока не хватать. Ладно, мы приехали. Паркуемся вот где-то здесь. Вот, вот, вот. И... Пойдёмте домой. Всё, пойдёмте. В этой серии и так мы сделали много чего. А главное, вот... Генри теперь работает на семью Фальконы. Что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. А ты что здесь делаешь? Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа почему? Он бьёт и гуляет всё время. И он... Где он бьёт тебя? Нет, но у него кто-то есть. Я точно знаю. Он тебя бьёт? Иногда. Сукин сына убью. Нет, Вито, не надо, прошу тебя. Я просто подумала. Может, ты с ним поговоришь? Он тебя послушает. Я не знаю. У него есть друг. Где-то на Ривер-стрит. Обычно он у него сидит. Всё будет хорошо. Ну-ну, послушай. Когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придёт и не извинится, позвони мне. Думаю, он придёт. Хорошо, Вито. Но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся. Мы просто поговорим по-мужски. Идёт? Итак, у нас есть новое дело. А именно, Эрик. Муж с Франчески нашей, да? Нашей сестры, как я помню. Как я понимаю, он не особо хороший семейный образ. Семейную жизнь. Хорошо, он не особо семейный человек. Так что поедем к нему и разберёмся. Сделаем, направим его на путь. Хороший. Семейный. Так что поедем и разберёмся. А заодно познакомимся с ним. Так что давайте. Ехать тут не особо далеко. Так что... Уже почти приехали. Так, здесь налево, да? И ещё раз налево. Всё, приехали. Да? Давайте. Живёк он, как понимаем, в этом доме, да? Но... С оружием здесь сюда нельзя. Это его квартира? Нет, ни его. Это он? Нет, не он. И нет, и не он тоже. Это что-то новенькое. Так, мы, кажется, пришли. Мы, кажется, пришли. Тусовка, ну ты чёртка, да? Так, ладно. Нам нужно вот в эту дверь зайти. Мне здесь кто-то вот... Так, журнал где-то здесь был. Вот он. Всё, спасибо за журнальчик. Ладно, пойдёмте. Это он, как я понимаю. Эрик. 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 Ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Да, женой-то своей должен занят быть. Я тебе покажу, как пить женщин. Ох, ты. С первого раза, да? Ну, давай. Тоже ошибка. На-те. Он дерётся. Не-нехило. Далеко нехило. На. Вымытася. Окей, ещё немного. На-те. Да блин, ты дерёшься, не особо, да? Блин. Ладно, окей. Это чё, мне придётся заново, что ли, проезжать? Вы чё, издеваетесь? Ладно, бери ещё раз. Съездим ещё раз. Ну, вот так вот. Мы этот ограничитель скорости не включаем. Осторожно. Отключаем. Вот так вот. Газуем, короче. И хачек. Обненчик. Хорошо, что тут ехать, только не так далеко. На. Тут ездят, закройте хотя бы. Всё, давайте, заходим. Первый раз он нас побил. Блин, тут драться не так уж и легко, как кажется. Да, да, бухой ты. Мы всё прекрасно понимаем. Эрик. Эрик, ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Да, женой ты должен своей заниматься. Я тебе покажу, как бить женщин. Ну. Да, выматывайся. Уставай. На тебе. Второй раз. Ладно, окей. На тебе. На, раз, два. И три. Ну, что на этот раз сказал. Слушай внимательно. Ещё раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня. Будешь сидеть дома, забудешь про дуль, забудешь про выпивку. И будешь делать её счастливой. И если я вдруг, вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Тебе ясно? Да. Да. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? Да, всем ясно. Все резко стали хорошими людьми. Не пьющими, не бухающими, не курящими. Так что давайте, пойдёмте. Сделали мы ещё одно хорошее дело в этой серии. О, дождь разыгрался какой, да? Ладно, садимся. Ну, поехали. О, не газу, не газу слишком. Так, ладно, поехали домой. О, не газуй, не газуй, капля. Это беда будет. А бед, мы, беды мы не очень любим. Так что давайте, доезжаем домой уже. Так, притормози. Немножко на сад. И поехали. Все, паркуемся. Все, паркуемся. Вот так вот. Пускай машина здесь открется. На. Все, давайте заходим. Да кто там ещё там звонит нам? Кто на этот раз хочет? Витта. Витта, это Франческа. Эрик пришёл домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то. Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Витта. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Всё в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Ну, если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Витта? Я тебя не узнаю. Вообще, держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто... Просто держись подальше. Ну, ладно. Окей. Так, а кому ещё можете посвонить? Вы не знаете ни одного номера. Ладно, окей. Но... Отправляйтесь домой. Ну что ж, давайте вот мы на этом и закончим. С вами мы в этой серии и так уж много чего сделали. Мы первое спасли Лео Галланты. Мы, ну... Замолвили хорошее... Ну... Порекомендовали Генри семью Фальконе. Мы узнали, что Фальконе торгуют наркотиками от Лео. И чтоб никто об этом не знал... Хотел убить Лео Галланты. И так же мы избили Эрика, супруга нашей сестры. Чтоб он больше налево не ходил. Вот столько хороших... Хороших дел. Мы с Сеугоней сделали. Ладно. Давайте на этом закончим. С вами был Виктор. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok